Кадровая ротация руководящего состава «Единой России» происходит ежегодно. На последнем съезде в Генсовет вошел исполняющий обязанности главы Самарского регионального отделения Игорь Станкевич, а полномочия депутата Государственной Думы Александра Хинштейна были прекращены. Игорь Станкевич заверил, что готов к новым обязанностям. Сейчас на повестке дня отбор кандидатов на выборы в сентябре в Государственную и Губернскую Думы. В этом году он будет жестче, чем обычно. Кандидат, который имеет судимость, уголовное прошлое, не рассматривается как человек, который может идти под брендом партии «Единая Россия». Категорически. Далее. Определено имущественные пределы. Любой человек, имеющий недвижимость, либо счета, какие-то активы за рубежом, не может стать кандидатом от партии «Единая Россия». Единая Россия предстоит масштабный праймерис. Он пройдет по единым стандартам в единый день, 22 мая. Надо, чтобы как минимум 10% пришли на праймерис. 10% от избирателей. Поэтому это непростая будет задача. И причем надо, чтобы пришли те, я имею в виду, которые представляют весь спектр избирательного списка, а не кто-то на автобусах, автобусами кого-то привез, проголосовали с ядерного электората и победили. А на самом деле потом на выборах, на выборах самих, будет совсем другая ситуация. Делегировать на выборы достойных кандидатов – основная задача партии на данный момент. Праймерис необходим, так как в результате праймерис, наверное, отсеиваются кандидаты от различных финансово-промышленных групп. И приходят именно те депутаты на выборы, которые именно борются за чаяние народа своего и знают то, что для людей необходимо. Кроме изменений в Генеральном совете партии, в Высший совет были доизбраны 24 человека, среди которых телеведущие, предприниматели и представители бизнес-ассоциаций. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.